Всем привет! Я Виктория Папшева и добро пожаловать на канал Фима ТВ! Не так давно у Фима появилась новая линейка полимерной глины. Это глина с эффектом кожи. После ее анонса пришлось немного подождать. И вот она есть и у меня. В этом видео я поделюсь с вами моими впечатлениями об этой глине. Расскажу о ее свойствах и особенностях, а также покажу, как из этого удивительного материала создать браслет с настоящей вышивкой. Для работы мне понадобятся Полимерная глина Фима с эффектом кожи, скалочка или паста-машина, лезвие, текстурный лист с фактурой кожи, игла, пластиковая канва, акриловая краска, ножницы, бумажный шаблон, схема будущей вышивки, специальные чернила по коже, мулине и тоненькая иголочка для шитья. Приступим к работе. Открываю пачку. Отрезаю кусочек пластики и начинаю его разминать. Первое, на что я обратила внимание, это фактура глины. Присутствует небольшая рыхлость и зернистость, что существенно отличает ее от обычной пластики. Кроме того, эта глина несколько мягче и ее легче разминать. Раскатываю тонкий пласт. У меня это восьмая толщина паста-машины. Лучше всего начинать прокатывать пластику с самой большой толщины, постепенно ее уменьшая. Как вы видите, сама глина уже имеет фактуру, которая напоминает настоящую кожу. Но я решила пойти дальше. Беру текстурный лист с фактурой кожи и с помощью него делаю на глине оттиск. Посмотрите, что у меня получилось. Кладу на глину шаблон браслета и вырезаю деталь, немного отступив от края шаблона. Таким образом вырезаю две полоски и отправляю их запекаться. Глина запеклась и остыла. Смотрим, что у нас в итоге получилось. Результат меня просто поразил. Запеченные полоски оказались настолько гибкими и пластичными, что их можно загибать, складывать и даже закручивать в рулетик. Хочу показать вам мой пробный образец. При раскатывании пластики я допустила ошибку. Раскатала его слишком толсто. Как вы видите, все попытки как-то согнуть запеченный образец ничем хорошим не заканчиваются. Глина трескается. Таким образом я пришла к выводу, что эту глину нужно раскатывать тонко. Только в этом случае она раскроет свои свойства, станет пластичной. Я заранее высчитала размеры будущей вышивки. В середине шаблона вырезаю квадрат, размеры которого соответствуют размерам будущей вышивки. Накладываю шаблон на одну из полосок пластики и обвожу его специальными чернилами по коже. Обвожу также и квадратик. Вырезаю детали по намеченным линиям. Стоит отметить, что эта глина очень хорошо режется ножницами. Квадратик не вырезаю. Здесь будет располагаться вышивка. Теперь беру пластиковую конву и кладу ее на полоску глины. Ориентируюсь по линиям, начерченным в середине. Опускаю иголку в акриловую краску и отмечаю каждое отверстие в пределах квадратика, нарисованного на полоске глины. Когда все отверстия заполнены краской, аккуратно убираю пластиковую конву. На глине появилась разметка, своеобразная конва. Оставляю полоску глины с разметкой минут на 15. За это время краска должна высохнуть. Теперь беру иголку с ниткой и начинаю вышивать крестики в клеточках разметки. Иголка достаточно хорошо входит в глину и пластика при этом не крошится. У меня было ощущение, что я шью плотную ткань. Находясь в шоке, в хорошем смысле этого слова, от удивительных возможностей этой чудо-глины я продолжаю вышивать. Так как этот мастер-класс не по вышивке, в ее процесс я подробно вдаваться не буду. Когда рисунок вышит, влажной салфеткой стираю разметку. Она мне больше не нужна. Через каждые 5 миллиметров ставлю точки на одинаковом расстоянии от края полоски. Беру вторую полоску и переворачиваю ее лицевой стороной вниз. Сверху кладу полоску с вышивкой. Сшиваю две полоски петельным швом. С одного и с другого края браслета вырезаю по отверстию. Обшиваю отверстие нитками. Отрезаю два вощеных шнурка одинаковой длины. Беру один из них, складываю его пополам и вставляю его в отверстие на браслете. В петлю вставляю концы шнура и затягиваю. То же самое делаю со вторым шнурком. На шнурках завязываю узелки. Беру еще один отрезок шнура. Шнурки на браслете складываю вот таким образом. С помощью узелка креплю на них отрезок шнура. Плету застежку. Завязываю узелок. На узелок наношу немного суперклея. Лишние концы отрезка шнура отрезаю. На шнурки нанизываю деревянные бусины. Завязываю узелки. Лишнюю часть шнурков отрезаю. Браслет готов. По итогам этой работы от новой глины Фима у меня остались потрясающие впечатления. В начале работы к ней нужно немного приноровиться. Но в результате эта пластика полностью оправдывает свое название и открывает для нас огромный простор для творчества. И это очень здорово. Уверена, каждый, кто любит полимерную глину, должен попробовать эту новинку. Кстати, приобрести этот чудесный материал вы можете в магазине bestclay.ru Творческих успехов и до новых встреч!